Студия подкастов «Радио Свобода». Французской академии по литературе. И мы говорим сегодня об овнологиях войн в Чечне и в Украине. Джонатан Литтл. Американец, гражданин Франции и житель Барселоны, писатель, романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий». Среди любимых книг писателя есть герой нашего времени Михаила Лермонтова и Хаджимурад Льва Толстого. Джонатан – обладатель двух самых престижных французских премий по литературе – Гонкуровской и Большой премии Французской академии. Удостоены их за исторический роман «Благоволительницы». Он долгое время провел в России. Работал в составе гуманитарной миссии «Действия против голода» в Чечне. Для написания книги «Чечня. Год третий» полгода жил в Грозном и, активно общаясь с жителями, пытался определить, в чем причина того, что Москва сделала ставку на тоталитарную политику в республике. После начала войны в Украине Литтл написал статью о том, зачем Путину новая война и почему его не смогли остановить. Идея поговорить с Джонатаном Литтлом появилась сразу же после того, как я увидел его обращение к россиянам, где он высказал свою точку зрения на то, что происходит в Украине, назвав это «войной против независимого европейского государства». Мне приходилось сталкиваться с Джонатаном Литтлом в первую войну и после окончания. Все это подвигло к тому, чтобы поговорить с ним и задать несколько вопросов касательно аналогии того, что происходит сегодня в Украине с тем, что происходило в Чечне. Уважаемый Литтл, как вы оказались в Чечне во время первой войны в этой республике? И почему был выбор именно Чечни? Потому что я знаю, что вы до этого были в зонах других военных конфликтов, в том числе Боснии. Ну, не принял решение я, принял решение начальства. В 96-м году, это было, по-моему, в январе, после, ну, в 94-м, 5-м я работал в гуманитарной помощи в организации движения против голода в Боснии. И после этого, когда я уехал из Боснии, начальство решило меня отправить в Чечню. Я даже не знал, что это была Чечня тогда, в первый раз я слышал о ней. Ну, узнал, читал книги, хотел понимать историю места. И где-то в феврале я, в 96-м году, я попал в Грозное время. И там жил 6 месяцев во время первой кампании, до юлии. Для вас война уже не была что-то новым? То есть вы уже знали, что такое война? Ну да, да. Я жил два года в Боснии, больше всего в Сараеву, в окружении. И при Бомбежке, и снайпере, и тудем-тудем. И поэтому, да, был более непривык уже. Итак, вы приезжаете в Чечню, вы иностранец, вы в первый раз в этом регионе. Что для вас было необычное? Что вы запомнили? Какое у вас было первое впечатление об этом регионе? Во-первых, мой отец был эксперт Советского Союза на свое время. Он был корреспондент Музвика в 60-х. И все мое детство он мне много рассказывал про Советский Союз, про Россию. Но его Россия, его Советский Союз был Советский Союз диссидентов, Советский Союз разговоров в кухне, идти в гуми, чтобы потерять свой КГБшник, который стоит за тебя и так далее. А когда я попал в Чечню, это была, конечно, совсем другая Россия. Злые умолцы на блокпосте, в масках, грязь, разрушение машины. И я думал, ох, это уже не папина Россия, скажем так. А первое, что я видел там, ну я помню, мы доехали до блокпоста на край города. И там прямо на блокпосте был написан «Смерть оккупантеров». Какой-то ночью, наверное, туда подошел и это рисовал. И умолцы стали перед вот этот знак «Смерть оккупантеров». Я думал, это очень странно, где я попал. А потом поехал в город, конечно, это было сложно, город закрыт, надо было объехать и так далее. Но в конце концов мы открыли миссии, там у нас был дом и офис в центре. Я там жил 6 месяцев, почти до боя в августе. Месяц до этого уехал, даже на месяц, две недели. Для меня была одна большая разница с Боснией, это что в Боснии было омцы. Много миротворческих сил там было. И конфликт был как под колонком, потому что омцы везде были. Конечно, они не остановили ни бомбежка, ни снайперы, но все равно все было как, как это сказать. Под контролем? Не совсем, но это не был полный беспредел. Понимаете? Это было как половина-половина. А в Чечне никакого омцы не было, и там только российские войски и боевиков. И это был полный беспредел. Абсолютно без права, без никакой границы. Абсолютно очень странное место было. И все сейчас помнят вторую кампанию, но я помню первую, потому что Россия тогда была очень дезорганизирована. Были очень сильные конфликты между органами власти, между войсками, ФСБ, МВД и так далее. И это был полный беспредел, абсолютно. Были ли у вас какие-то проблемы с российской властью, которая препятствовала вашей деятельности, например? Ну, почти каждый день, да. Очень сложно с ними работать. Ну, мы получили пропуски, у нас были какие-то договоры государственные. Но все равно местные войска всегда что-то сделали, чтобы все было сложно. Еще с чеченцами тоже были проблемы. Вообще, работая в этом ситуация, это не было простое дело. А в чем проблема с чеченцами была? С чем это было связано? Ну, два типа проблем. Были у нас проблемы с бандитами. Больше всего из 15-го, мол, совхоза. Это, да, северо-запад от Грозного, которые напалили на нас, украли у нас конвои, украли у нас машины. У меня было нападение с ними. И еще у меня были проблемы с Хаттабом. Бучайно попал на Хаттаба. Но помните вот это нападение на Дорго-Шатое? Было в март и апреле, в 96-м году, по-моему. Он разрушил очень большой российский конвой. Бой, о котором упоминает Джонатан, произошел 16 апреля 1996 года, когда колонна 245-го гвардейского мотострелкового полка 47-й гвардейской танковой дивизии российских войск была практически уничтожена отрядом, возглавляемым эмиром Хаттаба в севернее села Ярыш-Морды. Потери российских войск составило 73 военнослужащих убитыми, 52 ранеными. Уничтожено было 6 БМП, 1 танк Т-72, 1 машина БРДМ и 11 автомобилей. Иностранные же источники давали более высокие цифры потерь российских войск от 100 до 223 убитыми и ранеными. Я через день туда поехал. Русский солдат им был в посте, мне сказали, нет, ничего, проблем нет, на этой дороге поедете. Я поехал и попал на Хаттаб, который возвращал, чтобы забрать оружие. Другие стрессы от конвоя, трубы были везде, российские. И он тогда забрал у меня машину, спутнику и так далее. Аккуратно, на самом деле. Он меня потом довезел до близких села, отпустил без какого-то насилия, но вещи забрал, машину забрал. Он, когда я обратил к началству боевиков, чтобы они меня это все отдали, Получил документы от Масхадова, от Яндарбиева, но Хаттаб никогда не отдал. Нам машину не отдал. Я потом опять его встретил, хотел меня убить. Были многие проблемы, такой сложный человек. Но с настоящими национальными боевиками у нас не было проблем. Они, наоборот, нас помогали свободно ехать. Когда у меня были проблемы с бандитами 15-го совкоза, они нас дали охранники. Но не совсем охранники. Они что-то сделали, что этой проблемы больше не было. Наши конвои, потому что мы работали в горях, район Шатое, Ведено. Они все сделали, чтобы наши конвои могли туда доехать без проблем и без опасности. Это было очень большой помочь. Войну в Украине многие сравнивают с тем, с чем пришлось пройти два раза в Чечне. Первые ассоциации на фоне обстрела в Мариуполе все чаще начали говорить о сравнении с разрушенным Грозным. Ужасные кадры из Буча перекликаются со зверством в чеченском селе Самашки и Новой Алды. Вызывает ли у вас какие-то аналогии то, что происходит сегодня на Украине, с тем, что вы видели в Чечне в войне 1994-1996 года? Ну и вторая кампания тоже, потому что я возвращал туда в 1999 году, когда начинал вторая война, и так же было еще бомбежка, массовые убийства и так далее. Да, конечно, я только что написал новый текст про это, что кажется, что все западные политики в шоке, эти образы из Бучи и другие образы из Украины, как это было первый раз, что они это видели, что русские бомбьют и убивают невиновные мирные жители. Но извините, это уже 25 лет они это сделают, а я, конечно, это видел и в Чечне, и потом еще в Грузии, они еще это сделали и в Сирии. Это просто их практика, когда они воевают, просто разрушают городы и много-много убивают людей. Ни за что, просто заберут людей. Конечно, в Чечне все говорят, о, это чеченцы, они кавказские, они мусульмане, они другие народы, сейчас это европейцы. Но какая разница русским солдатам? Недавно вы обратились к россиянам в связи с войной в Украине. Что, по-вашему, стоит знать россиянину об этой войне? Именно россиянину, потому что для чеченцев это дежавюк. Мы видели все это. Чеченцы помнят об этом, знают об этом. Кому было адресовано ваше обращение? Ну, обращение было адресовано больше всего моих друзьям, которые, конечно, потому что я жил только в Москве, из среднего класса, интеллектуальные художники, интеллигенция, скажем так, московская интеллигенция. Даже петельские люди я почти не знаю. Но, по моей идее, это был вот этот социальный класс, к кому я обратил. Но есть, конечно, среди россиян многие разницы. Есть тех, которые получают новости только на телевидении, как, наверное, масса людей и в деревнях, и в маленьких городах. Есть тех, которые получают новости через интернет, которые московский, репетельский, средний класс, скажем так. И, конечно, у них очень разные мнения. Потому что я, например, видел на интернет, показал, если ты ищешь слово «буча» в Google, там 100 фото о разрушении города. А если ты ищешь «буча» в Яндексе, там только фото, как очень чистый, красивый, новый, хороший город. Ни один образ покажет на Яндексе из разрушения «буча», например. Есть очень сильная сенсура на российской интернете. Только тех, которые имеют VPN или другие возможности объехать эту сенсуру, могут получить настоящие новости. Факт стал, что уже говорят 200-250 тысяч людей уехали из России. И, наверное, это самые лучшие 250 тысяч россиян, которые ехали. Тех, которые до сих пор уверены, что демокрация – это важно, что свободно – это важно. Все эти люди уезжают, потому что не могут больше жить при этом режиме воров и фашистов. Но тех, которые остаются, я не знаю. Я думаю, что не будет никакой революции. Наоборот, все, что мы читаем, то, что большинство из них верует в кремлевский пропаганда, что Украина – это нацизская страна, что они воевают, даже не воевают, спецоперация против нацизма и так далее. Я очень большой пессимист по поводу будущей России, к сожалению. Вы слушаете «Хронику Кавказа» с Вачигаевым и с моим гостем Джонатом Литтелом, писателем-романистом, лауреатом Гонкуровской Большой премии Французской академии по литературе. Говорим сегодня об аналогиях войн в Чечне и в Украине. В своем обращении к россиянам Джонатан Литтел говорил, как его друзья в Москве его упрекали, что «Джонатан, нам уже надоела твоя Чечня». «Я очень хорошо помню эти слова», – говорит Джонатан. В ответ я негодовал. «Ребята, это не моя Чечня. Это ваша Чечня. Это ваша страна. Черт возьми, они моя. Я здесь просто глупый иностранец. Это ваша власть бомбит один из ваших городов, убивает ваших сограждан». Почему вы считаете, что сегодня Путин решил открыть военные действия против соседнего государства? То есть, почему он не сделал это в 2014, но сделал это в 2022 году? Я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю. Смотрим на фактов. Было бы, конечно, гораздо лучше ему, если он напал на Украину при Трампа. Потому что от Запада тогда ответный удар был в разы меньше, чем сейчас. Но, наверное, он не был готов просто. Не имел ресурсов, его военные не были готовы. Я не могу сказать. То, что сегодня происходит в Украине, по всей вероятности, нужно все-таки рассматривать как следствие того, что ничего не было сделано в отношении военных преступлений, совершенных против человечности, в Чечне мир принял выжидательную тактику. За все многочисленные преступления, за тысячи и тысячи, десятки тысячи убитых, мы видим только двух осужденных. Это Буданов и это Лапин, больше известный как кадет. Но такого рода решений суда мы видим всего лишь единицы преступления, которые исчисляются тысячами и тысячами только на территории маленькой Чеченской республики. То есть не было ли это предпосылкой? Опять я не могу совсем ответить на это. Я не знаю, почему. Что я думаю, что это... Во-первых, по поводу Чечни, Запад всегда сказал, о, это внутренние дела России, а мы не можем мешать внутренние дела России. Окей. Но все равно в 1929 году, например, они мешались внутренние дела Сербия, когда напали на Косово, и на Сербские войси в Косово, и на Белграде. Но, конечно, Россия гораздо больше, чем Сербия. А что еще? Нам здесь на Западе, видимо, был очень важен российский нефтегаз и российский рынок, чтобы торговать, чтобы продать наши машины, наши вещи. А наши государства думают, что вот, через бизнес можно строить какое-то нормальное отношение с Россией. И только надо закрыть глаза на их маленькие эксцессы, на их жев гляза, маленькие. И будем торговать, и все будет хорошо. У немцев даже было имя для этой политики, по-моему, это Wanderdusch aneicherung. Это изменение через приблизности, я думаю. Ну, конечно, это была глупость, но это была их политика все эти 25 лет при Ельцина и еще при Путина. Думаю, что Путин нормальный, рациональный человек, что можно договориться с ним, что да, можно ему дать какую-то свободу на его близкие окружения, это значит Чечня и Грузия, но дальше он не пойдет. Конечно, потом он, наоборот, смотрел на нашу слабость, и сказал, вот, эти люди вообще слабые, они ничего не будут делать. И начинал с Крым, потом Донбасс, и сейчас хотел захватить полную Украину. Хоть он не получает, но это не получает, но он хотел. Почему сегодня Запад смог объединиться против России? Почему сегодня? А не в 2014 году, например, когда отобрали Крым? Я думаю, что такой степени открытое вторжение. Ну, наверное, полное вторжение в Украину, это было им очень большой шок. Он никогда не думал, что Путин это сделает. Все абсолютно западные лидеры поговорили с ним до войны, обещали ему, как это нельзя, что надо это сделать, что будут очень большие санкции. Американцы поняли, что все равно он это сделает, но европейцы это не верили до последнего момента. Просто не верили, что это возможно. Он не смотрел, насколько это будет стоить Россия, а каким можно будет, что он может получить. Я думаю, это нерациональный. И Путин рациональный человек, он это не будет сделать. И когда он это сделал, он не был и вообще в шоке. И я думал, что это шок, вместе с обращением Зеленского, который сделал очень эмоциональный, очень хорошее обращение к европейским лидерам на первые дня конфликтов. Это был как электрошок. И это помогает Европа и НАТО соединиться, как раньше. Не было такое соединение уже последние 20-30 лет после распада Союза. Но это был большой электрошок, который это сделал. И это парадокс, парадоксальный, потому что для Путина самый большой враг это Запад и НАТО. Он все сделал, чтобы их сделать еще слабые. И наоборот, получалось, что они стали сильнее и более объединены против него. Это один из многих парадоксов. Это война. — Вы видите, что в войне в Украине, например, воюют с обеих сторон и чеченцы. То есть и под российским флагом, и под флагом Украины. Вам пришлось уже сталкиваться с чеченцами. Как бы Вы объяснили, что две идеологии сталкиваются именно на фронте Украины? То есть почему чеченцы с той и с той другой стороны воюют на Украине? — Ну, разные причины. Бывшие боевиков, бывшие националистов, которые никогда не сдались кодировали Путину, которые на Западе, до сих пор хотят воевать против России, конечно, сразу приехали, чтобы воевать. Это для них место, где они могут пролагать чеченская война для невезовесимости. Но это не первый раз. Они уже приехали давным-давно в Донбассе после 2016 года и тоже там воевали. А на другой стороне, на российской стороне, кодировцы просто получают приказ Рамзану и поедут. Ни за чем, просто ни за что. Если мы сегодня опять возвращаемся к украинской проблеме, вы для себя как определили, что вы выбираете именно сторону Украины? То есть, что стало самым важным, самым эмоциональным моментом для вас, когда началось российское вторжение? Вы сразу приняли сторону Украины? Ну, вы знаете, факт стал, что я уже три года работаю в Украине на своем проекте. Я приготовлю там кинофильм, который я хотел снимать вокруг Веченобула. У меня еще был проект книги по поводу Бабьяр. Мне старостроило евреев во время Второй мировой войны. Я в прошлом году жил где-то четыре месяца в Киеве всего. И работал. У меня там много друзья. У меня много отношений с украинцами. Я даже почти думал, что, может быть, я куплю квартиры в Киеве. Представьте. И, конечно, когда началось войну, вопросов не было. Просто я все сделал, чтобы помогать свои украинские друзья лично. Я многим людям помогаю. И тоже помогать Украине вообще через вот эти штача, которые я могу написать, через такие вещи, интервью и так далее. У меня просто вопроса нет. Это абсолютно obvious. То есть выбора не было? То есть у вас выбор уже был определен? Ну да, да. И все равно между свободной страной и страной фашистов тоже выбора нет для меня. Безнаказанность преступлений российской армии в Чечне в 90-х годах привела к новым военным конфликтам и к новым жертвам средимирного населения на постсоветском пространстве. Ликвидированный российскими властями правозащитный центр мемориал выпустил несколько докладов по ситуации в Чечне в годы войны 1994-1996 годов, где на основе свидетельств и работы на месте группы правозащитников и юристов выявляли факты использования мирного населения в качестве счета, как это было в марте 1996 года в селе Самашке, где российские войска использовали местных жителей, в том числе женщин и детей, как прикрытие от обстрела чеченских бойцов в августе 1996 года. В Грозном одно из подразделений российских войск захватило больницу и использовало больных и медперсонал в качестве заложников. Эти факты практически не нашли отражения в средствах массовой информации, а в правительственных сообщениях были изложены с точностью да наоборот. Что говорить о преступлениях против мирного населения республики, если даже спустя десятилетия нет точных цифр о потерях в войне 1994-96 годов. Потери со стороны российских войск, чеченских бойцов и среди мирного населения были значительными, но информация о потере на протяжении всей войны и после была засекречена. Изредка сообщаемые цифры потерь были противоречивы, списки погибших не публиковались, родственники не могли получить сведения о судьбе того или иного пропавшего без вести. Поэтому каждый фигурирует сегодня данными, которые порой бывают совершенно неадекватными. Война в Чечне 1994-1996 годов стала прологом других войн с участием России. Пока мир считал это внутренней проблемой, в Москве поняли, что никто не готов для защиты прав человека идти на конфронтацию с Россией. Поэтому страны Запада больше уговаривали, чем требовали, прекратить нарушение прав человека в Чечне во время войны в этой республике. Когда нет реальных инструментов противодействия агрессивной политике, в ход идут меры сдерживания. На фоне войны России в Украине мир выбрал вариант практических санкций, чтобы сдержать агрессивность Москвы. Время покажет, насколько это будет результативным и заставит ли это впредь избегать военных действий одного государства в отношении другого. Гостем очередного выпуска «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был Джонатал Литтл, писатель, романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий», лауреат Гонкуровской и Большой премии Французской Академии по литературе. И мы говорили сегодня об однологиях войн Чечне и в Украине. Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры и радио «Свободы», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Ваилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Спотифай и в Телеграм-канале студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Радио Свобода»